На территории Ульяновской области продолжается строительство системы водоснабжения для Чердоклинского района. Первый и второй этапы строительных работ уже завершены. Реконструирован Архангельский водозабор и построен водовод до поселка Октябрьский Чердоклинского района. Сегодня продолжаются работы по строительству водовода до поселка Мирный и Чердоклы от поселка Октябрьский. Строительство идет хорошими темпами на сегодняшний день. Мы уже видим готовность порядка 90%. Идем с опережением на 97 дней. И до конца года работы планируется завершить. Стоимость проекта составит 151 миллион 800 тысяч рублей. В настоящий момент подрядчик проложил более 22 километров трубопровода. Смонтировано 49 водопроводных колодцев. Выполнено два перехода автомобильной дороги подземным способом. Несмотря на то, что объект сложный, строители успешно справляются с работой. Есть переходы подземные. Они по-своему интересны. Есть много водопроводных колодцев, много арматуры, регуляторы, водомерные узлы и тому подобное. Проблем не возникало. Если были, то они были мелкие, незначительные. И решали их в рабочем порядке. Местные жители не скрывают. На протяжении многих лет в чердаклах из крана текла вода низкого качества, с неприятным запахом. Сегодня все с нетерпением ждут завершения строительных и монтажных работ. Мы знали, что существует такой проект «Чистая вода». И как бы мечтали, что когда-нибудь он будет осуществлен на территории нашего района. И вот наконец-то мы реально увидели, что практически уже по всей улице Степной идет водовод. Конечно, мы мечтаем, что до конца года в нашем поселке наконец-то будет чистая прозрачная вода. Ну, конечно, хочется сказать спасибо от всех жителей, нашему губернатору, местным властям за заботу населения. Реконструкция водовода ведется по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по поручению президента России. Именно нацпроект стал импульсом для модернизации системы водоснабжения в районном поселке Чердаклы. Валентина Никонова, Олег Тончин, Уллправда ТВ.